Упростить жизнь граждан и обезопасить. Законы, которые вступают в силу в декабре, будут регулировать в основном рынок электронных услуг. Например, закон о защите граждан от онлайн-мошенников. Сайты нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых ресурсов могут блокироваться по инициативе Центробанка во внесудебном порядке в течение нескольких дней, рассказывают эксперты. Сейчас много мошенничества в этой сфере и легко создать сайт, похожий на сайт какого-нибудь органа, может быть даже на сайт госуслуг, где просить людей вводить важные персональные данные, в том числе платежных документов по картам и что-то. Вернуть нелегко, потому что когда происходят платежи через сайт, как правило, это не находится даже на территории России. То есть деньги могут уходить в другую точку мира и понять, в какую именно, требуется очень много ресурсов. С начала декабря операторы связи обязаны предоставлять гражданам бесплатный доступ к так называемым социально значимым сайтам, в утвержденном перечне их 371 госуслуги, порталы госорганов, банков, даже некоторые соцсети. Они должны быть доступны пользователям даже при нулевом балансе. Интернет-провайдеры будут обязаны обеспечить доступ, независимо от того, есть у человека деньги в настоящий момент или нет этих денег. Мне кажется, это тоже такая полезная функция, ну и легко осуществляемая. Хотя в качестве ремарки отмечу, что интернет-провайдеры, когда вводили этот закон, выдвигали свои возражения по поводу того, уместно это или неуместно. С этого месяца мобильные операторы начнут блокировать серые корпоративные сим-карты. Компании обязаны вносить данные о физлицах, на которых зарегистрирован корпоративный номер в единую систему идентификации портала госуслуг. Если этого нет, номер заблокируют. Это поможет бороться с телефонными мошенниками. С декабря на сайтах по поиску жилья, недвижимости и других товаров и услуг можно будет совершать юридически значимые действия. Учетная запись госуслуг подключается к этим ресурсам, которые всем известны. И удобно можно будет работу находить, договор трудовой заключить, обычный договор заключить. И прелесть этого в том, что, получается, две стороны сделки. Во-первых, мошенничество исключается, поскольку ты знаешь, что на той стороне проверенный пользователь, который на госуслугах проверен, имеет учетную запись. И ты, как проверенный пользователь. Теперь не нужно ехать в ЗАГС по месту проживания, чтобы расторгнуть брак или зарегистрировать ребенка. Это можно сделать в любом ближайшем учреждении. Например, расторжение брака возможно только в том ЗАГСе, где брак регистрировался, либо где живет заявитель. Сейчас это можно сделать в другом ЗАГСе. Если ты переехал в другой город, тебе не нужно возвращаться в тот город, где вы регистрировали брак, и ты можешь подать заявление там. С рождением ребенка то же самое. С 1 декабря вводится обязательная маркировка для скоропортящейся молочной продукции и минеральной бутилированной воды. А за подделку маркировки появляются уголовные наказания. Лишение свободы до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. За продажу таких товаров штраф до 400 тысяч рублей. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.